В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Минувшая неделя в Ненецком округе запомнится сразу несколькими хорошими финансовыми новостями. Из федерального бюджета наш регион получит более полумиллиарда рублей на реализацию различных проектов. Самый большой транш, почти полумиллиарда рублей, будет направлен на завершение строительства четвертого участка дороги на Ринмар-Сыктывкар. Это результат плодотворной работы власти Ненецкого округа с федеральным центром. Ведь 10 миллиардов федеральных рублей распределены между бюджетами всех 20 субъектов на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов. Один из таких проектов реализуется и в нашем округе. Решение правительства в эксклюзивном интервью нашему телеканалу прокомментировал глава региона Игорь Кушин. Вы знаете, что мы разбили недостающий участок на четыре. В прошлом году началось строительство четвертого участка и в этом году оно должно быть завершено. Я очень рад, что наша планомерная работа с федерацией, с министерством транспорта приводит к тому, что мы регулярно, на постоянной основе, имеем возможность в федеральные средства вкладывать в строительство автомобильной дороги, которая нам необходима и которая свяжет Ненецкий автономный округ и Большой землей. Я очень рад, что отношение федерации совершенно особое к округу и действительно это социально-экономически значимый проект для нашей страны, потому что наша страна получит возможность, еще один регион должен получить возможность в коллогодичной связи с Большой землей. Округ участвует в софинансировании, но по этому году, по прошлому году это было чуть меньше 10%, в этом году точно так же. То есть в основном дорогу на Римар-Сыктывкар мы строим за счет федеральных средств. Кроме того, правительство распределило субсидии между 34 регионами на софинансирование авиационных услуг по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Ненецкий округ на эти цели получит почти 55 миллионов рублей. Отмечается, что объем необходимых для каждого региона финансовых средств рассчитан Минздравом России. При расчете учитывались заявки регионов с учетом стоимости дежурства воздушного судна и летных часов. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Также по становлению правительства Ненецкий округ получит деньги на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Привлечение федеральных средств, конечно же, значимо. По прошлому году нам удалось привлечь порядка миллиарда 300 миллионов рублей в различные проекты. Это и дорожное строительство, это и строительство объектов социальной инфраструктуры, потому что, несмотря на период низких цен, несмотря на период низких доходов, мы ни в коем случае не должны останавливать строительство социальных объектов. Помощь федерального центра Ненецкому округу требуется и в решении других вопросов, в частности, законодательных. Для этого проблемы муниципальных образований, входящих в арктическую зону, в частности, поселения Ненецкого округа, вынесут на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов, заседание которой состоится в рамках Международной арктической конференции «Арктика. Территория диалога». Она пройдет в конце марта в Архангельске. Вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, в преддверии конференции обсудили глава региона Игорь Кушин и глава Заполярного района Алексей Михеев. В списке проблем, которые Заполярный район намеревается вынести, на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов всего пять пунктов, но содержательных и крайне актуальных для Ненецкого округа. Один из них касается организации снегоходных маршрутов. Окружной закон, определяющий понятие снегоходных трасс, рассматривался почти год, но погряз в непреодолимых препятствиях Водного кодекса России. Две его статьи ограничивают движение по водным объектам в зимнее время. Общий порядок такой. Любое пользование водным объектом проходит на основании договора водопользования. Договор водопользования заключается по результатам аукциона. На нашей территории 6800 водных объектов, поэтому понимаем, что процедура такая очень серьезная. Ручеек надежды кроется в одной из статей Водного кодекса, согласно которой разрешено без договора водопользования передвигаться по водным объектам на маломерных лодках. Алексей Михеев предлагает инициировать внесение изменений в данную статью, дополнив ее разрешением передвигаться без необходимых договоров на снегоходной технике или снегоболотоходах в зимний период. Вторая проблема касается темы авиации. В частности, внесение изменений в постановление правительства по субсидированию приобретения воздушных судов. Сейчас, например, невозможно получить часть затрат на уплату лизинговых или арендных платежей из федерального бюджета на вертолетную технику. А она для нашего округа без преувеличения является универсальной и самой востребованной. Впрочем, отчасти эта проблема уже решена. Мы отработали с Министерством транспорта, с Министерством промышленности, и Мантов, Соколов в курсе этих проблем. Мы пытаемся решить, поэтому здесь будет только в помощи. Я думаю, что надо поднимать этот вопрос. Обязательно. С тем, что мы все-таки постановили 12-12, у нас прошли вертолеты. По ТВС почти мы этот вопрос уже решили. Я думаю, что в этом году мы получим. Ну, авиатряд получит компенсацию. По ТВСам немножко проще. По вертолетам сложнее, но вроде как находится понимание, что вертолеты, которые предназначены под пассажирские перевозки на внутренних региональных авиалиниях, я думаю, что с совместными усилиями мы получим такую возможность. В списке обозначенных проблем и передачи системы ЖКХ в концессию для арктических регионов в решении этого вопроса подход должен быть особо взвешенным. Ведь речь прежде всего идет о безопасности, а не о прибыли частных компаний. На сегодняшний день сложилась очень четко работающая структура. В нашем случае это северный компсервис, зато мы четко понимаем, что у нас каждый населенный пункт всегда будет с электричеством и всегда будет с теплом. Да, это удовольствие довольно-таки дорогое. Да, у нас по отдельным поселениям там доходит до 70 рублей. Стоимость киловатта, да, фактическая. Среднее очень высокое. Мы тормозим там развитие дополнительного производства. Но здесь в первую очередь, конечно же, гарантия. Поэтому и стабильная работа предприятия, стабильное оказание услуги. Передавать систему ЖКХ в концессию или наделить этими полномочиями МУПы или ГУПы должно стать прерогативой регионов. Именно такое предложение, отметил глава Заполярного района, необходимо вынести на обсуждение Ассоциации арктических муниципалитетов. Еще одна инициатива направлена на усовершенствование лицензионно-разрешительной системы. Сейчас эти функции от полиции переданы Росгвардии. Следовательно, проводить оперативную работу имеющимися силами вновь образованной структуре на огромной территории региона просто-напросто невозможно. Мои предложения, это я озвучиваю, что как-то они совместный приказ можно сделать именно в части недоступных мест, там, где, может быть, эти функции частично хотя бы могли исполнять участковую полномочию. То есть на сегодня до введения закона все работало достаточно неплохо с муточкой. Пятая тема, обозначенная как самая больная, это отходы. Здесь необходимо менять санпины. Они должны быть разными, например, для Воронежа и Ненецкого округа. Подводя итоги встреч, глава региона отметил, решение всех озвученных проблем возможно. Для этого в настоящий момент есть все необходимые рычаги взаимодействия. Расходование более полутора миллиардов рублей бюджетных средств было проверено счетной палатой Ненецкого округа в 2016 году. По результатам контрольно-ревизионной деятельности финансовых нарушений и недостатков было выявлено на сумму 98 миллионов или 6,3% от проверенной суммы. Контроль за исполнением бюджета является одной из приоритетных задач счетной палаты субъекта. Как подчеркнула председатель счетной палаты округа Елина Сопочкина в ходе доклада на сессии регионального парламента, расходование средств должно быть эффективным и целевым. В 2016 году окружной бюджет потерял 98 миллионов рублей. Траты на эту сумму были признаны счетной палатой по-разному. Неэффективными, нецелевыми, неправомерными и иными финансовыми нарушениями. Многомиллионные растраты не по делу, а если и по делу, то неэффективно, были найдены счетной палатой после проверки финансово-хозяйственной деятельности и исполнения госпрограмм в 14 учреждениях и организациях региона, в том числе учреждений профессионального и дополнительного образования, а также молодежного центра, аппарата по обеспечению деятельности уполномоченных и общественной палаты, Департамента региональной политики, Северожилкомсервиса, Дворца культуры Арктика, Центра занятости населения, автотранспортного предприятия и издательского дома НАО. Нарушения были установлены в 12 учреждениях. Львиная доля трат – 88 миллионов 49 тысяч рублей – пришлась на нарушение в бухгалтерском учете. Это нарушение сроков выплат, субсидий, излишне начисленные суммы командировочных и заработных плат и других выплат. Эти суммы не подлежат возвращению в бюджет, отметила Елена Сопочкина. Также не вернутся в бюджет и те средства, которые были потрачены неэффективно. Вернутся в казну только нецелевые и неправомерные траты. В первом случае это те средства, которые были потрачены на цели, не предусмотренные законодательством. Подобные нарушения выявлены в двух учреждениях. Речь идет о сумме в 1 миллион 722 тысячи рублей. Эти суммы уже полностью восстановлены в бюджет. Во втором случае нарушения связаны с непосредственными выплатами работникам организации. Это излишняя заработная плата, материальная помощь, оплата льготной дороги. Таких нарушений в 9 из 14 проверенных организаций набежало на сумму 2 миллиона 415 тысяч. На сегодняшний день сумма частично возмещена. По результатам контрольных мероприятий, восстановлению в окружном бюджете и на счета учреждений подлежит бюджетное ассигнование в сумме 3 миллиона 653 тысячи рублей, восстановлено 1 миллион 916 тысяч рублей или 52,4 процента. Объем бюджетных ассигнований, находящихся на контроле счетной палаты, подлежащих восстановлению в окружном бюджете и на счета, составляет 1 миллион 735,9 тысяч рублей. По словам Елены Сопочкиной, количество экспертно-аналитических мероприятий с каждым годом увеличивается. Проведение экспертиз, проектов законов, госпрограмм позволяет еще на стадии рассмотрения определить достоверность и реалистичность расходов бюджета, установить наличие рисков нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств. Всего проведено 209 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 5 тематических экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых проанализировано использование денежных средств в общей сумме 10 миллиардов 314 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году счетной палатой НАУ было подготовлено 68 заключений на законопроекты. 25 проектов законов были доработаны с учетом замечаний счетной палаты. На проекты постановления и собрания депутатов было подготовлено 20 заключений. Три постановления были доработаны с учетом замечаний. Также в минувшем году была проведена финансово-экономическая экспертиза 30 госпрограмм НАУ. Главной задачей в деятельности счетной палаты округа является контроль за исполнением бюджета региона, защита государственной казны от неправомерных трат. А в этом вопросе роль счетных палат субъектов России должна только увеличиваться. Об этом шла речь на ежегодном съезде партии «Единая Россия». Председатель Центральной контрольной комиссии партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе работы дискуссионной площадки «Качество государства» заявила, что с помощью своих региональных отделений партия намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне через законодательное собрание и через повышение роли региональных счетных палат. Для нас это не однодневная повестка, для нас это прямая задача обеспечить целевое, рачительное, эффективное использование и трат каждого рубля. Защита государственной казны – это недопущение неэффективных трат и злоупотреблений. Мы намерены предложить новые шаги. И сегодня вот Андрей Константинович Исаев, который возглавляет у нас экспертную группу, подтвердит, что наша экспертная группа «Единая Россия» уже поддержала инициативу, которую наша фракция вносит в части усиления ответственности за злоупотребление при реализации государственного муниципального заказа и новые механизмы защиты. Как мы и говорили, мы и обеспечим. Откат должен стать закатом для любого, кто посягает на государственную казну. Счетные палаты регионов должны стоять на страже бюджета на региональном уровне. Этих же ориентиров еще строже должен придерживаться региональный парламентский контроль. Когда мы говорим об эффективности государственной власти, то здесь решет об эффективности управленческих решений. И вот, наверное, новое, что было сказано, это о том, что будут уступать ответственность за правильность принятия решений тем или иным чиновникам. Ну, это, наверное, правильно, потому что должна присутствовать обратная связь. И вот такая возможность при принятии решений, она должна присутствовать. Усиление роли счетных палат, строгий парламентский и партийный контроль должны стать залогом эффективности трат каждого бюджетного рубля. Уже в этом году у россиян появится возможность полностью модернизировать свои дворы. Жильцы смогут сами проектировать зоны отдыха, детские площадки, проезды и парковки. Проект по формированию комфортной городской среды, участвовать в реализации которого сможет каждый, запускает Минстрой. Проект предусматривает модернизацию дворов, парков, центральных площадей, набережных и других общественных территорий в городах, где живет более тысячи человек. Общий объем средств, выделенных на эти цели с учетом софинансирования регионов, составит в этом году более 27 миллиардов рублей. Две трети этих денег должно пойти на благоустройство дворов, одного из основных мест отдыха и общения жильцов. До 1 апреля регионы должны утвердить и опубликовать в интернете минимальные и дополнительные списки работ с их стоимостью. В минимальный может войти, к примеру, ремонт проездов, установка скамеек, урн, дополнительных фонарей и т.д. Обязательно будет учитываться принцип безбарьерности для всех маломобильных групп, инвалидов, пожилых людей, мам с колясками. В список дополнительных работ могут также войти детские и спортивные площадки, хоккейные коробки, автомобильные парковки и озеленение территории. Какой из планов будет реализован, решат сами жильцы. Разница в том, что минимальная модернизация за счет бюджета, дополнительная за счет жильцов. То есть жильцы могут либо скинуться, либо лично поучаствовать в благоустройстве, например, поработать на субботниках. В 2016 году в Ненецком округе капитально отремонтировали 8 многоквартирных домов. Общая площадь жилых строений составила 5700 квадратных метров. На эти цели из фонда реформирования ЖКХ НАУ было направлено более 60 миллионов рублей. Для каждого дома был составлен индивидуальный перечень работ. В них вошли ремонт фасадов, крыш, замена цокольных перекрытий, система топления, проводки и многое другое. Сегодня можно по-разному относиться к капитальному ремонту. Настаивать на том, что лучше снести, чем ремонтировать, и тратить на это огромные деньги. Или иметь противоположное мнение. В фонде ЖКХ уверены, капитальный ремонт продлевает старым деревяшкам жизнь. Ведь одномоментно расселять порядка 300 деревянных многоквартирных домов – это желание из ряда фантастики. Учитывая этот факт, совершенно ясным остается одно – капитальный ремонт должен выполняться качественно. Ведь жить в обновленных домах многим предстоит еще не один десяток лет. О жизни после капитального ремонта смотрите в сюжете Ирины Цепетовой. Дом 52Б по улице Ленина неоднократно становился героем наших сюжетов. В разгар капитального ремонта жильцы дома обращались в нашу телекомпанию за помощью. Но об этом чуть позже. Вот так выглядит жилое строение сегодня. Визуальные изменения налицо. Старая деревяшка преобразилась. Обновлены крыша, фасад, обшивка, двери и окна. Обновилась и начинка. Были отремонтированы цокольные перекрытия, системы отопления, газоснабжение и электропроводка. Николай Осипов, житель этого дома, капитальным ремонтом доволен. Но вместе со всеми соседями ждет главного обновления – устройства септиков и подключения к холодному водоснабжению. Каждому, как говорится, не угодишься. Но кому-то что-то не нравится. Система отопления тоже нормально поменяли. Новая. Приедет хорошо. Для батареи не дотронуться рукой. Такое все. Ну, как думаете, сколько дом еще простоит? А если нормально, он еще лет 20 точно простоит. Куда ему где-то, словно, в пятонных сваях стоили. Главное – септики и вода, да? Главное – септики и воду холодную. И все. И тогда можно вообще жить здесь, чем жить. О своей главной проблеме, прогнивших насквозь выгребных ямок, жители этого дома и поведали нашей съемочной группе в разгар капитального ремонта в октябре 2016-го. Ведь тогда жильцы просто недоумевали. Как можно было направить на ремонт 20 миллионов рублей и при этом не устранить главную проблему? Упорство жильцов и содействие фонда ЖКХ сделали свое дело. Переустройство септиков и ремонт погребных ям, там, где невозможна модернизация, вошел в перечень работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов, финансируемых за счет фонда капитального ремонта. А это значит, что главная боль жильцов дома 52-Б по улице Ленина и еще многих других домов будет решена. Слава Богу, этот вид работы и услуг включен в дополнительный перечень видов работы, которые выполняет фонд. И уже составлена проектно-сметная документация по пяти домам, которые ремонтировались в 2016 году. Эти работы сейчас должны внестись в региональную программу, в краткосрочные планы. Это будет нам основанием и возможностью их проведения в этом году, то есть по этим пяти домам. Анатолий Сафонов уверен, совместная работа с профильным окружным департаментом должна пройти без задержек. Летом этого года выгребные ямы в пяти домах заменят на септики. На эти цели будет направлено порядка 8,5 миллионов рублей. Необходимость этого решения была поддержана депутатами округа. Вопрос качества капитального ремонта законодатели взяли на особый контроль и совершили плановый рейд по отремонтированным домам. О грехе нашлись сразу же. Вот только претензии не к фонду реформирования ЖКХ, а к управляющей компании дома, службе заказчика, в обязанности которой входит косметический ремонт подъезда. И в частности к директору управляйки Виталию Ивашенко. Он приходил в собрание депутатов, мы с ним разговаривали, все протоколы есть. Он был согласен? Ну конечно, он обещал. Он обещал. Где как ремонт ведется, там... Да, они знают об этом. Депутаты, представители фонда и профильного департамента уверены, все должно происходить в комплексе. После капитального ремонта жизнь в домах должна стать комфортнее. В квартирах должно стать теплее, в подъездах светло и красиво, а неприятный запах должен исчезнуть навсегда. Ремонты сделаны достаточно качественно, но тем не менее, хотелось бы, чтобы ремонт делался комплексно. Вот видите, при домовой территории все-таки проблемы остаются. Септики проблемы остаются, запах в доме остается. То есть вопросы все-таки, к сожалению, до конца нам вот эти проблемы не решить. Ну и, к сожалению, мы когда заходим в подъезды, там тоже есть проблемы. Это говорит о том, что с управляющей компанией вот эти ремонты надо как-то запараллеливать, и чтобы, если делается ремонт, то он должен делаться до конца. И после капитального ремонта проблемы в домах остаются. Помимо вышеобозначенных, это и холодные полы, и трещины в стенах. Все недоработки и жалобы жителей отремонтированных домов обещали услышать. Ведь капитальный ремонт в регионе на этом не останавливается. Региональная программа рассчитана на период до 2043 года. К этому сроку в округе отремонтируют 451 дом. На 2017 год фондам запланировано обновление порядка семи многоквартирных домов. И на этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть и на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова